Илита Арксплюй Продакшн представляет. Поэтому хватит уже хейтерить меня по этому поводу. Ну, продолжаем. Так, Гуля. Если мы собираем Аганим Гули, Аганим, не Аганим, а Аганим, я прочитал ваши комментарии, то у нас появляется новая способность. Мы можем поедать союзника. То есть, если раньше мы сами в него залазили и вылазили, то теперь мы можем поедать союзника. И он залазит в нас. Это просто полный бред. Я не знаю, как это описать. То есть, мы скушали союзника, и потом залезли в другого союзника. Такая матрешка получается. Но! Опять же, у нас не просто чтение изменений, а сразу же я вам покажу интересные особенности. Давайте сначала вылезем. Так, выплюнем обратно Вич Доктора. Теперь смотрите. Новая комбо. Вич Доктор качает хилку, врубает хилку, мы его съедаем. В итоге у нас Гуля бегает и хилит всех, кого можно. И себя тоже. Такой Гуля Вард называется. Интересно, а ВД тратит ману? Ну, очень мало, да? Даже незаметно. Это первый вариант. Выплевываем ВД, выключаем Вард. Кстати, замерьте, смотрите. Он меньше. А, ну реально? Или так он тратит ману, смотрите? Прям быстро тратит. Или так, когда мы его съедаем. Вот вам новый баг. Так он вообще ману не тратит. Ладно. Это только начало у нас. Давай выплевываем. Выключаем. То же самое и с Пуджом. Прокачиваем вонялку. Ну, дальше вы уже все поняли. Врубаем вонялку и кушаем Пуджа. Так, Пудж не умирает? Пудж не умирает. Ну, я думаю, это в любом случае должны исправить. Смотрите на этот бред. Просто машина смерти. Ну, что это такое вообще? Эх, Гуля, Гуля. Реально убийца. И Глана никому не наносится урон. Ни себе, ни Пуджу. Просто комбо. Вот такие вот у нас изменения касаемо Гули. То есть добавили Аганим, и мы теперь можем кушать союзников. Я думаю, они будут долго исправлять баги по этому поводу. Так, давайте выплюнем. И выключим, чтобы нас не раздражало. Идем. Дальше. Теперь Друид. Мы знаем, да, когда Медведь далеко от Друида. Так, у него есть Аганим? Нет. Аганим, извиняюсь. Вот. Когда, видите, Медведь далеко от Друида, он не может атаковать. Он не атакует. Но если мы Друиду соберем Аганим, то теперь Медведь может атаковать в любой части карты, и при этом, если убьют нашего героя, Медведь не умирает. Это тоже жесткий, жесткий чит. Короче говоря, здесь все рассчитано на пуш. Вы собираете Медведя, себе делаете Аганим, и ваш Медведь всю игру бегает, пушит лайны. Вашего героя убивают, вообще посарается. Медведь живой и пушит дальше. А, да, и также теперь, уже не важно, есть Аганим или нету Аганима, теперь, если мы приняли форму Медведя, и нас убили, форма не теряется. А раньше мы появлялись обратно человеком. Или кто он? Он человек? Да, человек. Так, идем далее. А, теперь смотрите. Ранее нельзя было купить Башер и Аббасал Блэйд на Баратрума, Войда, Свардара и Тролля. То есть, когда мы покупаем Башер, он будет писать, типа, нельзя этому герою. То же самое, кто помнит, было про Даггер Пуджу и Венге. То же самое, нельзя было купить, а потом можно стало купить. Теперь вы можете купить Башер и Аббасал Блэйд, но, не все так просто. Вы не думаете, что теперь Войд покупает Башер и идет всех убивать. Нет. Если вы покупаете, например, Башер на Войда, то пассивка от Башера не будет работать. То есть, просто будут работать, ну, статы прибавляться будут. Ну, например, можно собрать Троллю, да, Аббасал Блэйд. То есть, у вас не прибавится шанс Баша, но у вас будет активная способность, там, 2 секунды Баш. Но смысла вообще никакого нет. Короче говоря, нет смысла собирать на Войда Башер, никакого. Вот они умного сделали, хочешь собирать Баш? Собирай. То есть, они разрешили это делать, но смысла в этом никакого нет. Так, идем далее. У нас здесь еще очень много интересного. Я напечатал изменения на 11 страниц. 11 страниц. Теперь, Дум. Нет. С Думом здесь ничего интересного нету. Здесь интересно с Големом. Изменили это. Изменили Голема. Во-первых, добавили ему стан. А во-вторых, теперь, когда мы убиваем Голема, появляются два маленьких. Смотрите. Опа. 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 И вот так вот. Видите, появляются два маленьких Голема. У них, по-моему, 50% здоровья. Нет. 25, скорее всего, получается. А там, наверное, написано будет даже. Ну да. Ну вот. Куча и убиваем. Теперь, смотрите. Опять же. Интересный момент. Насколько я помню, такая тема была, мне писал зритель. Если сейчас А, еще. Еще теперь Големы восприимчивы к магии. То есть, теперь у них нету иммунитета. И теперь самое главное. Если Дум скушает Голема, он украдет его способности. В том числе появление детенышей. Теперь, смотрите. По идее, насколько я помню, просто совсем недавно, где-то час назад, вышел новый патч, там, 40 мегабайт. Поэтому могли что-то исправить. Но, по идее, смотрите. Если я убью Дума, должны появиться маленькие Големы. Да, смотрите. Ха-ха! Лёль! Появляются маленькие Думы. Смотрите, реально все продумано. Они могут кидать Стан. Но они, видите, они не вечные, само собой. Там есть время действия. Видите, вот, шкала. Не, ну это реально прикольно. Это вообще, я так говорю, это можно просто угорать тупо по Додде. Наркомания, это просто высшая наркомания. Идем дальше. Идем дальше. Теперь, короче, можно апнуть Травела. Летим на базу. Смотрите, сейчас мы можем телепортироваться только на крипов, на вышки и на призванных существ. Типа вот. Если мы сейчас апнем Травела, опа, теперь мы сможем телепортироваться на любого героя. Вот, на своего героя. Так, подождите. А, это враг был. Туплюк. Все, все, извиняюсь. Вот, на любого героя. На этого или на этого. В принципе, это огромный плюс. Безусловно, огромный плюс тем, кто собирал Травела. Ну, само собой, это Тинкер. То есть Тинкер теперь вообще может в любой замес моментально влететь. Идем далее. Далее, далее у нас инвокер. Великолепный герой. Очень многие его любят. Смотрите, изменили бластер. Но не все так просто. Если обычно мы кидаем бластер, он летит по прямой. Так, кто у нас здесь есть враги? Ну, вот, например, медвежонок. Бластер просто летит по прямой. Опа. Но, если мы прокачиваем все, все сферы, так, сейчас, секундочку, все сферы до максимума, у нас бластер будет работать по кругу. Что-то типа шивы. О, какая красота. Я еще этого не видел. Я-то все прочитал. Реально, очень красиво. Смотрите, просто типа шива. Вау! Нереально красиво. Просто нереально красиво. И при этом ему даже не нужен аганим. Ему не нужно его собирать. Просто на 25 уровне он будет такие вот вещи вытворять. Продолжаем. Далее у нас идет морф плюс аганим. Это такая наркомания. Я вообще не хочу на этом заострять внимание по одной причине. С этим очень много багов. Смотрите, когда мы собираем аганим, у нас появляется новая способность. Гибрид. То есть, если, например, мы просто ультуем на союзника, мы делаем его копию. Сделали копию. Если мы используем нашу новую способность, мы теперь сами становимся копией союзника. Смотрите. При этом огромная проблема. Мы получаем все его способности. Вот я стал с Веном, я могу использовать стан и другие способности. В принципе, необычно, но я скажу так. С этим невероятно много багов. Это будет очень долго фиксить. Очень долго. Например, если у вас есть висп, и вы сделаете, ну, вы тоже станете виспом, вы можете друг друга бесконечно хилить. Если у вас есть чен, и вы станете ченом, вы можете приманить себе существ, и при этом, когда вы потеряете форму, существа останутся. То есть, я говорю, это будет так долго, им надо будет фиксить практически от каждого героя форму. Давайте еще раз покажу. Кстати, да, у него время действия 20 секунд, то есть, не на постоянно. Опа, и сами становимся с Веном. А если у вас есть снайпер, да, уже с хорошими итемами, и вы тоже делаете себя снайпером, это такая имба, вообще, забейте. Так, далее, далее у нас Нюкс. Ой, какое у него интересное обновление, изменение, ох. Может быть, кто-нибудь помнит, да, из стареньких, раньше у Нюкса, по-моему, в первой доте, а может, в начале во второй, нет, во второй доте такого не было, а только в первой доте, у него была способность, он делал, по-моему, Скоробей, называлось. То есть, он мог делать паучков, по-моему, он делал их из трупиков, то есть, когда кто-то рядом Скоробей мог бегать, паучок, мог закапываться, он давал вижн, там можно было его взрывать, и он сало давал. Теперь, когда мы собираем Нюксу, а гоним, у нас появляется способность закапывания. Вы меня понимаете, да? Закапывания. Смотрите, например, вы просто бежите, вот у нас есть мишень, опа, закопались, вот способность. Когда мы закапываемся, мы становимся невидимыми, то есть, вот такая вот шляпа, ее видят союзники, враги ее не видят. При этом, все наши способности улучшаются, то есть, увеличивается дальность тана. Видите, он огромный стал. Если мы выкопаемся, смотрите, маленькая дальность, да, закопаемся, она стала больше, выжигание маны и так далее. И при этом, мы не выходим из этой дыры, мы так и продолжаем в ней сидеть, закопанным. Это такой бред, я его смотрю, реально, мне просто смешно. но, если вы используете ультимейт, то вы автоматом вылазите обратно. Это очень интересная особенность, очень интересная. Надо будет потом попробовать. Опа, закопались такие, сидим. Рядом бегают враги. Так, далее, еще более наркоманское добавление, это я говорю, забейте, просто забейте. Туск и Аганим. Если мы собираем ему Аганим, добавляется новая способность. Пинок. Пинок под Сракотан. При этом, мы просто пинаем врага, да, только врага, союзника нельзя. Мы пинаем врага, и ему дамаг не наносится. Он просто отлетает и замедляется. Смотрите. Мы сделаем пинок под жопу морфу. Пошел он, пес. Вы видите, такой бред. Зачем вопрос? Зачем это? То есть, теперь он может не только с руки бить, так же и с ноги. Ну-ка, если мы сделаем так? Нет. Сейчас, секундочку. Я хочу сделать сразу и ульту, и пинок. То есть, ультуем и пинаем сразу. Да, можно, видите, то есть, когда уже он в ульте подлетает, уже можно сразу выпнуть. Пошел отсюда, пес. В принципе, прикольно, чисто поугарать, реально, можно забрасывать на хэкграунды и тому подобное. Ну, ладно, все. Это был второй выпуск, вторая часть обновления. Очень много мы с вами посмотрели. Я вам сказал секреты, которые я знал. Вспомните, там, про Гулю и ВД, про Гулю и Пуджа, про Дума с Големами и тому подобное. Ждите следующий выпуск, совсем скоро я его сделаю. Рассказывайте друзьям про данное видео, пускай они смотрят и узнают все изменения. Само собой, я знаю про новые предметы, это я оставил напоследок. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.